Вернувшись в Кабардино-Балкарию, султан Сосналиев приступил к серьезному изучению своей родословной. Об этом рассказывает сегодня его супруга Любовь Николаевна. Будучи человеком высокообразованным, он хорошо знал историю родного адыгского народа, в которую с большой буквы вписана фамилия Сосналиевых. Предки султана Асланбековича издавна пользовались особым почетом и уважением не только среди кабардинцев, но и по всей России. Да и сам он был человеком выдающимся. Довести исследование своей родословной до конца султану Сосналиеву было не суждено. Однако волею судьбы материалы, собранные им, несмотря ни на что, воплотились в книги. Когда он ушел из этой жизни, все эти документы, большая коробка, он ее так красиво склеил, и он все эти документы складывал в эту коробку. Огромная коробка стояла с его всеми архивными материалами. Я год-два смотрел на это все, и вот это все время меня как-то... Ну, я расстраивалась, потому что он не смог воплотить в историю, воплотить свою мечту в истории. Любовь Сосналиева стала обращаться к многочисленным историкам. Она просила ученых взяться за изучение материала, оставленного ее супругом. Браться за трудоемку и ответственную работу никто не спешил. Все указывали на одного человека и не ошиблись. Сафарби Бейтуганов взялся продолжить работу Сосналиева. Говорили все, только Бейтуганов это сможет сделать. Я читал его книги, у нас дом был завален его книгами тоже. Султан их изучал, подчеркивал, ссылался на него. Я когда пришла к нему и обратилась с такой просьбой, спасибо ему, он меня сразу поддержал. Итогом долгой и кропотливой работы, начало которой положил сам Султан Сосналиев, стала книга в историко-философском ключе. Она состоит из двух частей. Первая опирается на архивные данные и рассказы матери Султана Асланбековича. Вторая же посвящена жизни и деятельности самого Сосналиева, заслуженного военного летчика Советского Союза, героя Абхазии, прославленного полковника и генерала. Сафарби Бейтуганов уделил большое внимание изучению родословной Сосналиевых. В пятом поколении был сын Пшапшока. У него сын Кази. А у него последнего три сына. Хатакшока, Мсост и Джамбот. Вот от этого Джамбота у него был сын Султан Али. Вот от него непосредственно берет свою родословную наш дорогой, незабденный Султан. Важно отметить, что сам Султан Сосналиев был категорически против издания книги о войне в Абхазии, где определялось бы его место и роль в победе. В этой войне победили народы Абхазии, и у каждого человека есть своя правда о ней. У войны ужасное лицо, и это невозможно передать через книгу или фильм, говорил он. Амелия Сатурян, Эдуард Ракелян, Абаза ТВ.